Умаркс Выдающийся передачей Нагиматова и счет равный. Новая атака СКА начинает свой разбег. Очень много свободы у Кузьменко. Очень много свободы у Кузьменко. 1-0. Провалили сейчас хозяева. И сложный пас и через крышку не едут. Она перескакивает. Бочаров говорит, я верну. И он возвращает. Шипачев здорово. И 2-1 ситуация. Яшкин, Яшкин. Гол, Динамо. Вот сейчас надо отметить абсолютно все. Идеально для московского Динамо. Я вот так смотрел на Яшкина. Ее еще думают, ну, у нас была... Леонera поддерживается. Дальше в зону атаки отправляется. А вот ответ Бориса, Найт, передача налево и 3-1. Борис в контратаке вновь использует Роману Старченко, у которого сегодня, смотрите, уже третий момент. Первый самый он не сумел использовать, не удалось переиграть Коваржа, а вот два следующих. Вот такая черри лайн, в защите у Спартака впервые появляется, а здесь Цыплаков обыгрывает, ох, какой гол, какая красота. Что Спартак делает? Что делает Спартак на первых минутах этого матча? Прийти к зал, потому что не ожидал, хозяев так никто не возил. Здесь вот именно в первые две минуты матч. Три компаний там, почему нет? 60 минут играет в третьем периоде. Борис в обыгрыше смещается и бросает. Вот это бросок. Айда Берглок, Айда молодец. Прошел двоих, только шайбу потерял из виду. Шипачев есть рядом, если что, пауза, бросок. И где же там эта шайба? Она в воротах. Динамо одерживает победу в овертайме. И снова Белоголубые берут два очка в матче против Парысов. Делайте выводы. Великолепно разобрался в этом эпизоде, показал, что он не только великолепный диспетчер, но и человек способный завершить эпизод самостоятельно. Гераскин, шайба Гераскин. Гераскин объезжает к Габыцкому, вылезает на ворот, а гол! Игорь Гераскин, фокалистическая шайба, которая приносит победу в Северстане. И бездежные улыбки Андрей Аберблэй. Естественно, все скакивают со своих мест. Это было невероятно красиво. Это не точка, это восклицательный знак. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова